Это та самая молитва Джозефа Мёрфи, после которой в жизни миллионов людей начали происходить настоящие чудеса. Вы только представьте себе, миллионы людей исполнили свои самые заветные желания. Что это за молитва, как она работает и как её правильно читать? Обо всём сегодня подробно. Каждый из нас задаётся вопросом о том, что же будет завтра. Какой будет жизнь через месяц, через год или десять лет? Эти вопросы, как правило, связаны с нашими желаниями. Например, кто-то мечтает о светлой, просторной квартире, о собственном прибыльном деле или о том, чтобы побыстрее погасить ипотеку. Но здесь, как правило, зачастую закрадываются сомнения и страхи, что всё это просто-напросто нереально. Почему наши желания не исполняются? Если человек живёт без желаний, то он просто существует, повторяя изо дня в день свой проторённый путь. Если мы не разучились мечтать, если каждый раз, когда исполняется наше желание, мы загадываем следующее, то жизнь становится интересной, насыщенной, полной счастья и восторга. Поэтому, чтобы радоваться жизни и испытывать удовольствие от каждого прожитого дня, нужно правильно загадывать желания. А этому как раз и учит Джозеф Мёрфи. Как мы мечтаем? К примеру, став взрослым, человек начинает мечтать о большом красивом доме, окружённом благоухающим садом на берегу моря. Хорошо, в воображении он нарисовал эту мечту. Но в реальной жизни его начинают мучить сомнения. А действительно ли я смогу достичь этой прекрасной картинки, которую я сочинил у себя в голове? Откуда я возьму деньги? Что я буду делать, если перееду в дом своей мечты и останусь без работы? Как вообще может осуществиться такая нелепая мечта? У меня нет ресурсов на её исполнение. Все эти сомнения напрочь перекрывают путь к исполнению желания. Чем больше мы сомневаемся и беспокоимся о том, как именно оно будет исполнено, тем сложнее высшим силам действовать, помогая осуществить желаемое. Чем больше препятствий мы придумываем, тем сложнее мыслям сосредоточиться на самом желании, поскольку разум, бесконечное число раз будет нас возвращать к вопросам, требующим реального подхода. А желания исполняются не усилиями воли и тратой ресурсов человека, денежных, физических, временных. Они способны исполниться лишь с поддержкой высших сил, которые своими подсказками и намёками направляют человека по тому пути, который и даёт эти бесконечные ресурсы. А их во Вселенной огромное множество. Надо только знать, где их взять. И совсем не разум подсказывает, где спрятаны инструменты для исполнения желания, а высшие силы, действуя через наши чувства, наше сердце, нашу веру. Молитва Джозефа Мёрфи и есть тот инструмент, позволяющий воплотить в жизнь бесконечное множество человеческих желаний, которые идут от самого сердца и наполнены верой. Именно верой в их исполнение. Это главный ключ к радостям жизни, изобилию и удовольствиям, которых мы так ждём. Дары Бога – мои дары. Пути Бога – мои пути. Сила слова, о которой говорил Мёрфи, доступна каждому человеку. Чтобы воспользоваться ею для собственного счастья, достаточно прислушаться к своему сердцу и произнести правильные слова, наполненные душевным восторгом и абсолютной верой в исполнение своего желания. Один из лучших инструментов, с помощью которых мы добиваемся желаемого – это молитва. В мире их существует великое множество, и каждая наполнена не только конкретными просьбами человека к высшим силам, но и любовью к Богу, самому себе и верой, которая позволяет чудесным образом менять жизнь и надеждой на будущее, прекрасное, полное радости и удовольствий. У молитвы Джозефа Мёрфи есть чудодейственная сила, которая позволяет исполнять любые добрые желания. Она не работает, если человек задумал что-то негативное, наносящее вред другим людям. Её сила – в осознании мира с собой и другими людьми, в почтении перед высшими силами, в вере в чудеса. Только человеку с добрыми чувствами и позитивным мышлением помогает эта молитва. Она невероятно эффективна и помогает преобразить нашу жизнь так, как мы даже и не предполагали. Мёрфи напоминает, что всё, что мы уже имеем в жизни, так или иначе появилось в ней благодаря нашим прежним желаниям. Вы можете возразить «Как же? Я совсем не хотела болеть!» Или «Я не желал проблем на работе, наоборот, хотел повышения и увеличения зарплаты». А теперь задумайтесь, верно ли вы формулировали свои желания? Использовали ли вы те слова, которые были услышаны Вселенной? Правильная формулировка очень важна. Частицу «не» использовать категорически нельзя. Загадывать желания, направленные на причинение вреда другим людям, тоже. Мудрость высших сил заключается не в переосмыслении наших формулировок. Они действуют именно так, как мы просим. Если человек, желающий повышения, обращается с просьбой ко Вселенной, говоря «Я готов преодолевать любые препятствия, лишь бы занять желаемую должность», то так оно и будет. Высшие силы исполнят желания, предварительно поставив перед вами сложные преграды на пути к цели. Чем хороша молитва Джозефа Мёрфи? Она универсальна и проста. В ней собраны именно те правильные слова и фразы, которые позволяют нам чувствовать себя счастливым, наполняться радостью и видеть чудеса, даруемые Богом. При этом не обязательно принадлежать к какой-то определенной конфессии, поскольку слова, обращенные к высшим силам, не затрагивают ни одной из строгих догм какой бы то ни было религии. Эта молитва помогает всем. Нам предстоит убедиться в этом уже сейчас. Во время прослушивания и проговаривания молитвы Джозефа Мёрфи стараемся весь смысл, каждое слово пропускать через свое сердце, через душу, чтобы каждая фраза нашла отклик у нас внутри. Это помогает увеличить нашу уверенность в исполнении желания. Молитва Джозефа Мёрфи. Можно слушать ее прямо на нашем канале или читать самому вслух. Главное, чтобы чудодейственные фразы были произнесены. И высшие силы услышали их. Дары Бога – мои дары. Я пользуюсь каждым моментом этого дня, чтобы славить Господа. Со мной божественная гармония любви и изобилия. Божественная любовь исходит от меня, благословляя всех, кто попадает в мое окружение. Божественная любовь исцеляет меня сейчас. Не убоюсь зла, потому что Бог со мной. Я всегда окружен, окружена священным ореолом божественной любви и силы. Я утверждаю, чувствую, знаю и верю решительно и позитивно в то, что чары божественной любви и бдительности направляют, исцеляют и заботятся обо всех членах моей семьи и о тех, кого я люблю. Я прощаю каждого и искренне излучаю божественную любовь, мир и доброжелательность на всех людей, где бы они ни были. В центре моего существа царит мир. Это мир Бога. В этой тишине я чувствую его силу, руководство и любовь его святого присутствия. Я божественным образом направляем, направляемо, на всех путях моих. Я есть чистое русло для божественной любви, истины и красоты. Я ощущаю, как через меня протекает его река мира. Я знаю, что все мои проблемы растворяются в разуме Бога. Пути Бога – мои пути. Слова, которые я говорю, попадают туда, куда я их посылаю. Я радуюсь и возношу благодарность, понимая, что получу ответ на свою молитву. И это так. Читая мы и слушаем молитву Джозефа Мёрфи ежедневно, дважды в день, целую неделю. Пропускать чтение ни в коем случае нельзя, иначе все старания будут напрасны. Если же все будет правильно, то уже к концу недели мы почувствуем, как желание постепенно начнет исполняться, принося в нашу жизнь чудесные изменения, которые невозможно не заметить. Вселенная, услышав волшебные слова этой молитвы, одарит нас множеством ресурсов и покажет простые и приятные пути к исполнению заветного желания. И тогда все непременно сбудется. Друзья, не забывайте быть щедрыми, делитесь роликом с друзьями и знакомыми. Хотим вам напомнить, что ценим каждый ваш комментарий, ведь именно вы помогаете нам сделать канал местом вдохновения и мудрости. Всего вам самого доброго и светлого, и, конечно же, исполнения всех ваших сокровенных желаний.